Всем привет, обидатели Ютуба, и в самом начале видео хочу сделать такое маленькое вступление. Прошивать этот планшет не так сложно, и сделать ошибку очень маленькая вероятность, то есть превратить его в кирпич. Если вы хотите попробовать себе поставить рут, то дерзайте. Я не знаю, нужно ли это видео вообще снимать, потому что на FOPDA там всё подробно расписано, несколько способов получения рута. Но так как попросили меня снять видео, как получить рут, я сниму всё-таки и покажу самый простой способ получения рута. Поехали! Итак, с чего начнём? Для начала вам нужно скачать вот такую вот вещь, там файл, который подменяется в прошивке и даёт нам эти рут права. Для этого мы заходим на FOPDA, Android, так, прошивочки, выбираем Samsung. Здесь, конечно, неудобно искать наш планшет, но он, как правило, где-то наверху, поэтому находим Samsung Galaxy Tab 2.7.0. И вот она, эта тема, где в инструкциях есть, как получить рут. Вот получение рут в 4 и какой-то там на устройствах. Выбираем модель нашего планшета. У меня, по-моему, 3110, я, честно говоря, сам уже не помню, давно себе рут делал, когда прошился на 4.1.2. Скачиваем. В этом архиве будет 3 файла MD5 и сама программа Odin. В принципе, ничего сложного в этом нет, и этот способ, он самый простой, но он срабатывает не везде. Есть некоторые заморочки с этим способом, и попозже я о них, скорее всего, расскажу. Телефон звонит. Ну да ладно. Архив скачался. Смотрим вот эти 3 файла. Вытаскиваем их. Итак, что делаем дальше? А, кстати, да, для тех, у кого не получится, этот способ вот здесь вот, в этой же теме, много всего, и еще есть парочка способов, как получить рут, но они уже очень такие, скажем так, опасные для здоровья нашего планшета. Потому что, если их сделать не так, как написано, или что-то не так сделать, то высока вероятность получить кирпич. А способ, который я сейчас показываю, он совершенно безвреден. Даже если он не сработает, то ничего страшного. У нас просто на планшете появится приложение SuperUser, и все, рута не будет. Просто появится иконка одна лишняя, и ничего страшного. Итак, идем дальше. Дальше нужно нам подсоединить наш планшетник. А, нет, сначала запускаем один этот. Вот такая вот программка. И подсоединяем наш планшет. Вот такой вот у меня на столе вечно бардак. Но это я еще убрался. Берем наш планшетник. Берем шнур от него. Подсоединяем. Одной рукой это делать неудобно, но да ладно. После того, как подсоединили, тащим его к компьютеру. И после этого нам нужно будет его загрузить в Download Mode. Сейчас я покажу, как это сделать. Прежде чем подключать планшет к компьютеру, нужно включить в нем Download Mode, который позволяет перепрошивать, или же в нашем случае получить рут. Нам поможет. Для этого мы зажимаем клавишу включения-выключения и клавишу качельки громкости вниз. У нас должно появиться вот такое вот окошко Warning. И треугольник желтый. Нажимаем качельку громкости вверх. И получается вот такой вот Android. И надпись Downloading. Мы вошли в этот мод. Этот мод есть абсолютно во всех планшетниках. С ним не нужно колдовать, чтобы так все получилось. И это получится абсолютно у всех. После этого берем наш шнур и вставляем в компьютер. После того, как мы подключили планшетник к компьютеру и включили режим загрузки, в программе Odin должно появиться вот такое вот желтое окошко, точнее засветиться. Ну, как сказать. В общем, он должен распознать ваш планшет. Если такого не произошло, значит вам нужны дрова от Samsung. Ну, в принципе, подойдут любые дрова от телефонов, от планшетов. И я вам советую не заморачиваться, а просто скачать Samsung кейс, если у вас его нету. И установить. Даже можно им не пользоваться, а просто тупо для того, чтобы установить все дрова от Samsung. Потому что они там стандартом устанавливаются, и у вас в дальнейшем не будет никаких проблем вообще. Ни с прошивкой, ни с рутом, ни с CWM, ни с чем. Я, в принципе, так и делал, чтобы не искать никаких дрова. Ну, или если вы человек принципиальный и не хотите захламлять свой компьютер всякой дрянью, опять же, можно зайти в эту тему нашего планшета. Здесь есть такой вот спойлер дрова, ну, драйвера и утилиты. И здесь есть вот Samsung USB Driver for Mobile Fonts. Этот драйвер вполне нам подойдет, и после его установки у вас все должно быть замечательно. И вот так вот загорится. Дальше, такой вот пункт, точнее такая вот строчка, PDA называется. Нажимаем на нее, выбираем файл, который мы вытащили из архива, скачанного с FOPDA, MD5, вот именно он. Открываем и нажимаем старт. Обязательно должны стоять галочки, ну, точнее одна галочка, авторебут, все остальное должно быть выключено. И все. Нажимаем старт. Я сейчас не буду нажимать, не вижу смысла, просто вот здесь вот в этой консоли будет писаться, что там типа прогресс, прогресс и все. ADD completed. Типа все завершено. Наш планшет перезагружается, и потом только мы можем его вытаскивать из компа. И, в принципе, вот и все, мы получили root. Это самый простой способ и самый безобидный. После того, как мы перезагрузили планшет и отсоединили от компьютера, мы заходим в меню и ищем вот такую вот иконку SuperSum. Это и есть наш root. В ней будут показываться, ну, будут показываться приложения, которые у нас запрашивают root, и лог действий, когда и что, и на что. Вот такая вот интересная вещь. Ну, вообще, в принципе, благодаря root можно много что прикрутить на этот планшет и пользоваться им с удовольствием. Или же, например, поудалять ненужные приложения, которые у нас вечно Android запускает и просаживает батарейку нашу. Ну, в общем-то, все. Надеюсь, у всех все получится. А если не получится, пишите комментарии. Помогу, чем смогу. Обязательно отвечу. Пока-пока.